Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Коротко об основных темах дня. Нам хорошо, другим не важно. Мини-рынок на Димитрово освобождается от снега, заваливая дорогу. Машинка для Монпансия и еще 12 открытий. Любители диковинок весь год будут удивлять в музее Модерна. Атлантический циклон Даниэла, который накрыл всю европейскую часть России, накануне добрался и до Самары. В городе свирепствовала метель. В городском департаменте ЖКХ и благоустройству состоялось экстренное совещание с участием представителей коммунальных и дорожных служб. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко приоритетной задачей назвал очистку главных магистралей и подъездов к социальным объектам – школам, детским садам, больницам и поликлиникам. Очистка дворов и дорог от снега велась всю ночь. Кроме того, с 4 часов утра к борьбе с заносами подключились почти 3000 дворников. Андрей Трой тоже провел бессонную ночь. Такого снегопада, такого снегопада Самара этой зимой еще не видела. Ненастья, обрушившаяся на город, поставила на ноги все коммунальные службы. Практически вся муниципальная техника борется со стихией. Кроме техники, на улицах круглосуточно практически работают бригады дворников, которые очищают дворы и тротуары от снега. Циклонам и ураганам часто дают красивые женские имена. Снегопад, прошедший в Самаре минувшей ночью, вызван циклоном Даниэла. Эта барышня уже натворила дело на просторах страны, оставила без света поселки и завалила города снегом. В Самаре встречи циклона подготовились заранее. Выпадание осадков прогнозируется до 15 мм. Это, скажем, не критично, но напряженно. Мы должны сработать сегодня ночью с вами, все сидящие здесь. Максимально выходит транспорт сегодня ночью. Дальше максимально работает дневная смена. В ночь на 14 января очисткой улиц от снега занято 280 единиц спецтехники, в том числе 98 самосвалов, которые вывозили снег на полигоны. Об этом, скажем так, снегопаде мы знали уже за два дня, что он намечается. Вот, поэтому к нему подготовились. Техника сегодня в день, ожидали его уже с часу дня, в день 152 единицы было готово. Ввиду того, что он пошел у нас ориентировочно где-то в 15.30, 30 машин вышло на обработку проезжей части. При необходимости муниципальное предприятие благоустройства готово вывести до 350 спецмашин. При этом активно задействована техника, закупленная в прошлом году. Сотрудники управляющих компаний выходят на ночное дежурство, чтобы утром жители города смогли попасть на работу по чистым тротуарам и дорогам. Мы готовы к такому снегопаду. Все идет по плану. Плановая уборка снега. Утром водители и пешеходы по достоинству оценили ночную работу коммунальных служб. Да, дороги почищены хорошо. Ну, в основном центральные и по ходу основного движения. В этом году по поручению главы Самары Олега Фурсова применяется новая схема по очистке и вывозу снега. Работы ведутся в тесном взаимодействии служб благоустройства и управляющих организаций. Они скоординированы по времени, что существенно повышает эффективность. Снег сдвигается с тротуаров и дворов, а затем его собирают и вывозят дорожные службы. Андрей Трой, Григорий Плешаков. События. Вас занесло. В Самаре у мини-рынка на улице Димитрово каждую зиму одна и та же безрадостная картина. Торговые ряды взяты в тесную блокаду с угробами. А все потому, что предприниматели, как уверяют жители окрестных домов, выкидывают снег прямо на проезжую часть, немало не заботясь о последствиях и не вспоминая о том, что его вывоз – это их обязанность. Марина Кравцова отправилась на рынок и убедилась, что горожане не преувеличивают. Эти сугробы вокруг мини-рынка на улице Димитрово торговые ряды явно не украшают. Но, похоже, их владельцы об этом мало задумываются. Для них, главное, внутри дорожки расчищены. А то, что снежные завалы мешают пешеходам, мало волнует. Не убирают дворники, только крылечко и все. А мы как должны пойти, непонятно-ка. Конечно, не мешают. Специалисты МП-благоустройства, которые убирают остановки общественного транспорта, уверяют – так происходит не первый год. С 20-го дома женщина писала сама к нам лично в МП-благоустройство письмо, что мешают. Они заваливают, во-первых, пешеходные переходы. Они же не смотрят, куда снег складывает. Им все равно. Мы обращались уже в дирекцию рынка. То есть они мер никаких не принимают. Они очищают свою территорию и все складывают сюда, к нам, на проезжую часть. Этот тротуар рядом с мини-рынком чистить обязаны сами предприниматели. И за свой счет вывозить снег. Продавцы из пресса общаются неохотно, уверяя, что все убирают. Но реальная картина говорит об обратном. Вы что хотите сказать, что ровно через пять минут вот здесь не должно быть снега? Вы как себе это представляете? Если мало снега, раскидывают вот так вот чуть-чуть, здесь машины замешивают его. Если много снега, у дворников есть телега такая, и они вывозят туда, где у нас мусор. В городском департаменте благоустройства стремятся наладить взаимодействие между муниципальными службами, управляющими компаниями и объектами потреб рынка, чтобы уборка была скоординирована, и все работали по общей схеме. Но пока не все готовы на это откликнуться. В основном это вот все складируется в газонах, в приладковой части, на тротуарах. И, скажем так, потом нам с газонов все это вывозить тоже проблематично. Есть 404-е постановление главы, которое обязывает всех собственных в территории содержать прилегающую территорию торговых объектов в надлежащем состоянии. У мини-рынка на Димитрово муниципальные службы «Собранный снег» пока складируют подальше от торговых рядов. Вывозить его будут ночью. Уберут и те сугробы, что выбросили на дорогу рыночные дворники. Завалы мешают транспорту, а значит придется потратить бюджетные деньги. Хотя по правилам раскошелиться должны предприниматели. Но ведь куда легче и дешевле просто выбросить снег на городскую дорогу. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, События. Предупрежден, значит вооружен. О детских суицидах, причинах и профилактике говорили сегодня участники «Круглого стола». Череда несчастных случаев сделала эту тему как никогда злободневной. Сегодня было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» по факту падения 13-летнего мальчика с 16-го этажа. Трагедия произошла 11 января в Самаре, в доме на проспекте Кирова. О том, что могло бы ее предотвратить, репортаж Марианны Мирной. Самоубийство подростков редкое, но каждый раз резонансное явление. В Самаре в прошлом году четверо несовершеннолетних ушли из жизни по собственной воле. Душевные противоречия тинейджеров порой мешают справиться с возрастными изменениями. Ребенок за спиной оказывается совершенно беззащитный. И когда вот в этих противоречиях, о которых я начал говорить, он в них, оно же создает огромное напряжение. И решение, в общем-то, он найти не может и опереться ни на что не может. И вот такие вот ситуации бывают. Говоря о причинах детских самоубийств, эксперты называют в первую очередь неразделенную любовь, отсутствие самореализации и чувство нужности. Предотвратить трагедию могут и должны родители. Но не все готовы уделять своим чадам достаточное внимание. Уже в этом году, 11 января, трагедия произошла снова. Мальчик в школу не идет, поднимается на 13 этаж и совершает. Суицид прыгает, оставляет вторую обувь школьную и так далее. Как только мальчик не пришел в школу, педагог сразу позвонила родителям. И мама, бросив весь свой замечательный бизнес, значит что-то было. Значит уже надо было раньше бить тревогу. С подростками необходимо держать ухо востро, подмечать изменения в поведении и успеваемости. Еще одной важной темой на круглом столе стала пожарная безопасность. За период новогодних праздников в Самаре произошло 25 возгораний. Причины – неосторожное обращение с огнем, неисправная электропроводка и неправильная эксплуатация печей. Профилактической работы много не бывает, уверены надзорные органы. Чем чаще напоминать людям о пожарной безопасности, тем меньше ЧП будет происходить. Раздавались и памятки перед этим, и вышло постановление главы городского округа об оселении первичных мер пожарной безопасности в осенне-зимний период, который еще в настоящее время действует. Особый противопожарный режим еще действует до 15 января, то есть по завтрашний день в городском округе. В целях профилактики сотрудники полиции и МЧС регулярно посещают многоквартирные дома, частный сектор и учреждения, чтобы напомнить о безопасном обращении с электроприборами и рекомендуют устанавливать приборы пожарной сигнализации. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. Раздельное питание или одной запеканкой сыт не будешь. В 24-й школе Самары возник спорный вопрос. Обедом и завтраком ребят кормили одновременно, что привело к недопониманию со стороны родителей и учеников. В ситуацию вмешались городские власти. Ежегодно из бюджета Самары на питание льготников выделяется более 140 миллионов рублей. Школьное меню изучила Ольга Морозова. Если суп на столе – обед, если супа нет – завтрак. От перемены мест в школьной столовой у некоторых детей испортился аппетит. Для льготников в 24-й школе накрыли отдельный стол. Завтраками их кормят строго по ГОСТу, но не все довольны. Когда ребенок в 11-е числа пришел со школы, мама говорит, что за разными столами сидели. Я сначала не передала значение, может, какие-то новшества, что-то там как-то это. Потом вот с родителями начали переписываться, и выяснилось, что у них отдельное питание. Представители городской администрации решили на месте разобраться в спорном вопросе. Питание льготников – важная статья бюджетных расходов. Ежегодно на это направляют более 140 миллионов рублей. В Самаре удалось сохранить эту меру социальной поддержки. В большинстве городов, районов губернии питание учеников целиком ложится на плечи родителей. В Самаре 20 тысяч ребят питаются за бюджетный счет. Это дети из малоимущих и многодетных семей, а также с ограниченными возможностями здоровья. Состав, калорийность блюда, которые получают льготник бесплатно, и того блюда, которое покупают родители, оплачивающие питание, они абсолютно идентичны. В рамках вот этого норматива 55 рублей. Произошел определенный организационный сбой. Конечно, по результатам мы вынесем дисциплинарное изыскание специалисту, которые ответственны за питание. Раньше учеников кормили местные повара, и у контролирующих органов было много нареканий. Теперь за питание это и еще трех школ Куйбышского района отвечает муниципальное предприятие «Хлебосол». В 24-й ребята учатся и во вторую смену. Если грызть гранит науки до позднего вечера, одной запеканкой сыт не будешь. Дать родителям учеников право выбирать, что получать за бюджетный счет – обед или завтрак – предлагают представители Всероссийского народного фронта. Мы общий язык с администрацией города нашли. И сегодня мы уже, когда были в столовой, обратили внимание, что тот вопрос, который был задан, мы на него получили качественный ответ. Вкус этого блюда помнят многие взрослые. Настоящая школьная запеканка. Ученики 24-й уплетают за обе щеки, за общим столом. Ольга Морозова, Станислав Левин. События. 70 молодых ученых-конструкторов впервые получили денежные премии. Больше половины из них – представители вузов. Остальные – сотрудники научных бюро и предприятий. Финансовую поддержку получили и 166 молодых педагогов. На это из областного бюджета в прошлом году было выделено свыше 122 миллионов рублей. Итоги прошедшего года подводят участники Комитета образования при Самарской губернской думе. Учителя получают доплаты в размере 5000 рублей, льготы по ипотеке. Хотя этим правом воспользовались только 30 человек из предусмотренных 40. В регионе работает программа поддержки педагогов, воспитавших победителей конкурсов и олимпиад. Молодые учителя не остаются в долгу и занимают активную позицию в профессиональной сфере. Участвуют и побеждают в различных конкурсах, повышая тем самым имидж губернии. Победителем конкурса «Учитель года», который получил у нас машину, квартиру, серьезную поддержку финансовую, оказался тоже молодым учителем. То есть это может быть не напрямую, но тем не менее отражает то, что наши молодые учителя вполне активно участвуют в различных конкурсах. А теперь коротко о других темах дня. На обводной дороге в ДТП пострадали 6 человек. Девушка за рулем Ниссана не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с ДЭО. Пассажирки этой машины, 28-летней беременной женщины, оказали помощь остановившиеся водители. Все пострадавшие доставлены в больницу. В Самаре врачи скорой спасли женщину и ребенка, которые отравились угарным газом от колонки. ЧП произошло на улице Аэродромная. Прибывшие на место медики оказали пострадавшим необходимую помощь. Мама осталась дома. Семилетний мальчик госпитализирован. В Самару поставят 20 новых трамваев. Городская администрация возьмет в лизинг 20 односекционных низкопольных трамваев Усть-Катавского вагоностроительного завода. Каждая машина вместимостью до 187 человек будет оснащена системой видеонаблюдения, навигатором и устройством для посадки маломобильных пассажиров. Все 20 вагонов прибудут в Самару не позднее 29 февраля. Контракт уже подписан. С 14 января в Самаре на кольце по проспекту Кирова будет закрыта одна полоса для движения в связи со строительством тоннеля. Перекроют одну из трех полос по кольцу в направлении к центру города, со стороны Благовеченской церкви. Весной это будет доставлять меньше неудобств, так как построят боковые проезды. Также напомним, что в связи со строительством тоннеля троллейбусы, которые идут по московскому шоссе, меняют свои маршруты на три месяца. Когда-то по улицам Самары прогуливались верблюды. А в гостинице «Националь» в 30-е годы прошлого века был пожар. Еще много интересных исторических фактов запечатлел американец Франк Феттер. В качестве фотографа-документалиста он объезжал города России. Уникальные снимки в сеть выложил блогер Вадим Кондратьев. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин встретился с первым заместителем руководителя администрации президента России Вячеславом Володиным. На совещании они обсудили вопросы социально-экономического развития 63-го региона, подготовки Самары и области к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Зашла речь и о том, как в наступившем году будет организована работа по реализации указов президента России. Торопись или останешься без собственного жилья. 1 марта истекает срок бесплатной приватизации недвижимости. Далее заявки от потенциальных собственников принимать не будут. Действия закона не распродлевали, так что, возможно, это не крайняя дата. Но рассчитывать на авось не стоит, и лучше поторопиться с подачей документов. За время действия закона приватизированным оказалось 80% жилья, которое ранее принадлежало государству. Правда, есть и случаи деприватизации. Чтобы разъяснить гражданам их права, Управление Росреестра по Самарской области организовало прямую линию. Большая часть вопросов касалась состава пакета документов. Поступил вопрос и от военных относительно приватизации жилья в поселке Рощинский. Для того, чтобы заключить договор, по-прежнему нужно обратиться к специалистам, которые работают в администрации поселка Рощинский. Они посмотрят полностью комплект документов, помогут собрать и сделать все нужные и соответствующие запросы. Также у представителей администрации имеется доверенность на представление интереса. Курс валют и цены на нефть по-прежнему приковывают к себе всеобщее внимание. Сколько еще будет дорожать доллар и могут ли немецкие промышленники помочь России преодолеть кризис, расскажет Андрей Трой. Здравствуйте! Доллар и евро после вчерашней коррекции снова пошли в рост. Правда, чуть-чуть. Американская валюта подорожала на 10 копеек, евро – на 49 копеек. На 15 декабря Центробанк установил курс доллара США на отметке 76,52 рубля, Курс евро – 83 рубля, 14 копеек. Золото стоит 2658 рублей за грамм. Серебро стоит 34 рубля, 11 копеек за грамм. На бирже баррель нефтесорта Brent умудрился провалиться ниже 30 долларов, но смог снова скорректироваться и сейчас стоит 30 долларов 46 центов. Такие колебания приводят экономистов к разработке самого неприятного сценария – нефть по 25. Между тем, Союз немецких машиностроителей обратился к российским банкам с просьбой о помощи. Поставки немецких товаров падают и необходима финансовая поддержка. Ну, за отмену санкций может и поможем немцам. А на сегодня это все. Удачи в делах. Штрафовать за незаконную рекламу без предупреждений – такую инициативу тольяттинских депутатов сейчас рассматривают в Губернской думе. За самовольное нанесение надписей, рисунков или расклейку объявлений на стенах зданий, заборах и в общественном транспорте народные избранники предлагают сразу выписывать штраф. Потому что, по их мнению, предупреждения на предпринимателей не действуют. Реклама остается на месте до следующего выговора. Однако участники комитета по законодательству, законности и правопорядку считают это слишком жесткая мера. Для небольших организаций штраф в 100-300 тысяч рублей может стать роковым. Тем более, что точной статистики о повторных нарушениях тольяттинцы не представили. Вопрос отправился на доработку. Могут пострадать честные, так сказать, рекламодатели. Как минимум, мы должны посмотреть эту статистику, сколько было вынесено предупреждений, сколько из этих предупреждений получили рецидив, когда, ну, как вот по мнению тольяттинских инициаторов, что их не исполняют, и потом уже это пообсуждать. Самарская губерния отметила юбилей. 13 января по новому стилю в 1851 году указом Сената было объявлено о создании Самарской губернии. В ее состав вошли уезды, прежде входящие в состав Оренбургской, Саратовской губернии, а также Ставропольской и лежавшие на левом берегу Волги части Самарского и Сызранского уездов Симбирской губернии. В Самаре тогда проживало около 15 тысяч жителей. Как их называли соседи, знает Марина Матвейшина. С этого указа Сената 1851 года начинается история Самарской губернии. Жизнь региона с первых его дней и до настоящего времени в документах и книгах представлена в областной библиотеке. 165 лет назад Самара из уездного города превратилась в губернский. И уже тогда, говорят историки, горожане отличались горячим нравом. Самарских хулиганов за их горячность называли горчичниками. Хотя изначально так прозвали всех жителей вовсе не из-за их темперамента. В свое время самарцы, в начале 19 века, выращивали стручковый перец. Потом терли его до состояния порошков разного, получалось что-то наподобие горчицы. И в народе так и называли горчицы, с которой с удовольствием приобретали не только самарские крестьяне, но и приезжие из соседних губерний. Потом самарцы переориентирулись на более доходные виды промысла, а название горчичники осталось. Самарская губерния росла, развивалась и за свою историю не раз ворвалась на первые позиции. Именно здесь было организовано первое в России земское собрание. Открыта первая в мире кумысо-лечебница. Построена первая на территории современной России пастеровская станция, лечившая от бешенства людей, укушенных животными. Сотрудники библиотек и архива постоянно проводят работу по поиску новых фактов из истории губернии. Работа библиотеки и архивы направлены, особенно в такие массовые мероприятия, они направлены как раз на то, чтобы заинтересовать все-таки более широкие круги. А если будет интерес, то и будет, как сейчас любят говорить, и патриотизм расти. Ко дню рождения губернии библиотеки выпустили книгу обо всех знаменитостях, что посещали Самарскую область за всю ее историю. Познакомиться с ней на выставке можно будет до конца зимы. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. Реформа, которая перевернула ход истории. К 155-летию отмены крепостного права открылась выставка «Крестьянская реформа в Самарской губернии». Публики представили подлинники 18 века, документы того времени, которые сохранились в областных архивах. Как проходила реформа царя-освободителя Александра II в Самаре, выяснила Валерия Макарова. Старая карта села Обшаровка. В прошлом оно называлось Новые Костычи. Здесь после 1861 года свободные крестьяне получили несколько десятин земли. Расставаться с ними очень не хотело местное дворянство. Наши дворяне очень долго боролись за уменьшение количества надельной земли, которая предоставлялась крестьянам, стремясь как можно больше земли сохранить в своей собственности, потому что в Самарской губернии основная ценность представляла плодородная земля. Уменьшить притязание дворян в специальном комитете по улучшению быта помещичьих крестьян старался Юрий Федорович Самарин, общественный деятель, философ и публицист. Отчасти ему это удалось. Свободные крестьяне и плодородность Самарской земли обеспечили губернии взлет после отмены крепостного права. Впрочем, реформа Александра II отразилась на всей стране. Реформа 1861 года, она придала мощнейший импульс экономическому развитию России. И Россия к началу 20 века вошла в десятку передовых капиталистических стран. После реформы личную свободу получили около 20 миллионов человек. Жизнь того периода отражают документы. Купчий на продажу крестьян, отпускные от крепостной зависимости, манифест об отмене крепостного права. Все они датированы 18-19 веком. Увидеть их можно в Самарском научно-техническом архиве до 19 февраля на выставке «Крестьянская реформа» в Самарской губернии. Валерия Макарова, Григорий Пешаков, События. Выставка одного экспоната открылась в Музее Модерны. Экспозиция состоит всего из одного редкого предмета. Обновляться будет каждый месяц, предмет будет меняться. В январе все желающие могут увидеть старинную машинку для изготовления леденцов и узнать, как готовили сладкое лакомство в 19 веке. Эту старинную машинку для приготовления карамели Монпансье нашли в котловании во время строительных работ на месте здания филармонии. Аппарат сделали в Германии приблизительно в конце 19 века. В то время производство небольших конфет было массовым. Пластину из карамели помещали между двух валиков и получали маленькие карамельки различной формы. Машинка сохранилась практически в идеальном состоянии. Правда, были утеряны некоторые детали. Если для нее сейчас изготовить специальную ручку, то можно вполне продолжить готовить маленькие леденцы. Эта машинка – первый экспонат выставки «13 открытий». В течение года каждый месяц в Музее Модерны из хранилища будут доставать редкие вещи. Так самарцы смогут познакомиться с уникальными экспонатами, которые ранее еще не показывали широкой публике. Таких вещей достаточно много. Многие не выставлялись. Многие выставлялись очень давно. Что-то из новых закупок. И когда вот есть одна уникальная вещь, но около нее целой выставки не выстроишь, такие выставки, выставки одного экспоната достаточно полезны. Они помогают показать интересные, важные предметы, может быть, в чем-то даже уникальные. Посмотреть уникальную машинку для приготовления карамели можно до конца января. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. Наш выпуск завершен. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова